Дмитрий Олейник! Ну что ж, всем привет! Это социальный Олейник, проект о мире, в котором живут люди. Ну и рубрика, где мы с вами, сражаясь на стороне здравого смысла, выводим на чистую воду и деклассируем всякого рода недопсихологов, шарлатанов и инфо-цыган. Сегодняшнего нашего голубчика зовут Артемчик, и он тоже считает себя психологом. Данная симптоматика довольно сильно распространена среди учителей жизни, поскольку большинство из них позиционируют себя в качестве психологов, и многие из них даже верят в это и действительно считают себя таковыми. Связано это с тем, что данный титул и данная профессия вызывают определенную степень доверия у граждан, которым можно накидывать в голову всякую хрень. Примечательно, что Артемчик в своей практике специализируется преимущественно на женщинах. Я попрошу зафиксировать эту мысль у себя в голове чуть позже, по ходу этого видео я ее раскрою более подробно. В общем, не хочу утомить вас больше ожиданием, давайте наконец-таки смотреть, что нам с вами расскажет Артемчик. В общем, не рассказывать о своих проблемах, не делиться своими переживаниями и сводить коммуникацию со своей женой в статус какой-то роботизированной бытовухи. По такому принципу, мне кажется, проще нанять кухарку или домработницу. Примерно будет все то же самое. Я не знаю, возможно ошибаюсь, но почему-то в моей картине мира отношения и уж тем более семья это про командную работу. Это про совместный труд и про умение слышать друг друга. Ну и уж точно не про поле для экспериментов, для каких-то видосов на ютубе. Или экскрементов. Смотрим дальше. Я начал жить по принципу идеальная семья, это когда женщина не знает, откуда берутся деньги, а мужчины не знают, куда они деваются. После этого мой доход начал расти в геометрической прогрессии. Ну, твой доход начал расти в геометрической прогрессии, я расскажу чуть попозже откуда. Если женщина не знает, откуда берутся деньги, если она не понимает, каким трудом они зарабатываются, то, скорее всего, она не будет ценить этот труд. И, скорее всего, она не будет ценить эти деньги и относиться будет к ним легкомысленно. И вообще, вот эта фраза, она заведомо говорит о том, что человек какой-то опущенец по той простой причине, что если ты работаешь, зарабатываешь деньги и не знаешь, куда они деваются, чувак, у тебя огромные проблемы. Потому что в какой бы прогрессии они у тебя не росли, какая разница, если ты не знаешь, куда они уходят у тебя. Прогрессия. Вместе с привлекательностью жены. Наверите, я знал, куда... Вместе с привлекательностью жены. Здесь тоже очень интересный момент. То есть, привлекательность жены растет по мере того, сколько ей дается денег. Я правильно понимаю? Дружище, если твоя жена не хочет быть красивой и привлекательной для тебя, или хочет быть привлекательной только потому, что ты ей даешь деньги, то изначально ты ей не был интересен ни как мужчина, ни как самец, и вообще никак был не интересен. Деваются деньги. По инициативе жены она всегда спрашивала меня о любой покупке, хотя я ей говорил, что этого можно не делать. И вот она идеальная женщина, которая всегда довольная и ничего от тебя не хочет. И так уже два года. В женщину вкладываться нужно... Конечно, конечно она от тебя ничего не хочет. Это понятно, что она изначально от тебя ничего не хотела. Хотя бы по той причине, что вложение женщины в отношения всегда больше, чем вложение мужчины. А вот почему я расскажу в следующем видео. Да, расскажет он нам в следующих видео. По факту это существо пытается нам навязать модель, в которой мужчине отводится роль терпеть, угождать, отодвигать все свои интересы на последний план, не жить, а существовать и сдохнуть годам к сорока. А тот якобы успешный кейс с его женой, которую он вот сейчас описывает в этом ролике, Я вас уверяю, в 99 случаях из 100 приведет к тому, что об вас по итогу вытрут ноги. Не верите на слово? Вот вам пример из жизни. Из жизни моих знакомых. Разводится молодая пара. Муж и жена. Естественно у нас в России муж и жена. Разводится. По факту развода делят имущество пополам. Квартира стоимостью 22 миллиона. Мужчина, проявив благородство, продав квартиру, отдает полную стоимость недвижимости в пользу жены. Что делает бывшая жена? Чуть позже подает на алименты. И в этом нет ничего удивительного. Просто потому, что ни одна вменяемая женщина не будет уважать мужчину, который не уважает себя, не уважать свои интересы, отодвигает их на второй план. По факту, становясь подкаблучником, в самом трагичном смысле этого слова, ты перестаешь быть мужчиной. Если ты, конечно, не муж Ваенге. Ваенга, конечно. Невероятная женщина. Мы все с вами должны понимать, что подобными роликами человек совершает преступление против всего рода мужского, транслируя тотальное подчинение правилам, которые по факту губительны для любого здорового мужика. И здесь возникает очень интересный вопрос. Наш Артемчик дурак или подонок? Ну, дурак, потому что ни один вменяемый, здоровый и нормальный мужик не будет, во-первых, прокатывать себя по подобному кейсу, ну, а во-вторых, он не будет об этом говорить на весь мир, по факту расписываясь в том, что он опущенец. Ну, а почему же подонок, спросите вы меня? А я верну вас в начало видео, когда я вас просил запомнить мысль о том, что Артемчик в своей практике специализируется преимущественно на женщинах. Реальное положение дел состоит в том, что этот человек в погоне за выгодой и расширяя свой клиентский пул, увеличивая лояльность своей аудитории, говорит этой самой целевой аудитории ровно то, что она хочет слышать. Читинг своего рода. Далее, на правах психолога этот человек, поощряя и всячески популяризируя откровенный матриархальный абсурд, плодит огромное количество женщин с неадекватным восприятием реальности и деструктивными паттернами в отношении противоположного пола. Каждый адекватный и уважающий себя мужчина должен понимать, что такие вот подонки прямо сейчас промывают мозги вашим девушкам, вашим женам, провоцируя тем самым межгендерный конфликт интересов, на почве которого зачастую рушатся целые семьи. И все это ради какого-то заработка на консультациях. Стоит оно того, Артемчик? Всего хорошего. Стоит оно того, Артемчик? Стоит оно того, Артемчик?